Микс Ньюс. И сегодня вот мы начнем разговоры к нам присоединиться, надеемся, буквально через пару минут, Полина Попейка в нашей студии, студент медицинского факультета Рига Страдыни Университата, член команды организаторов Зинош Сун Дрожс, Юлия Жмарева, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала, я понимаю, что это мероприятие уже будет в третий раз происходить. Да, в третий раз. И, может быть, все-таки есть люди, которые ничего не знают об этом, предположим. И вот для них мы просто дадим такую вводную, объясним, что это за мероприятие, кто на него все-таки приглашается и какая цель, вот цель всего этого действия. Да, это мероприятие происходит, как вы уже говорили, третий год. И мы туда на самом деле приглашаем всех, и взрослых, и маленьких детей, да. Но в основном разные станции, которые будут на этом празднике, в этом году их будет десять. И там мы будем объяснять детям, показывать разными играми, с разными материалами, что нужно делать, чтобы себя уберечь от разных травм, которые мы можем получить на дороге, на улице, на пляже и так далее. Вот. И там в основном такие материалы, которые годятся, ну, возрасту шести, семи, восьми, девяти лет. Но на самом деле к нам приходят и дети, которым 13 лет, 14, и они проходят все эти станции, им очень интересно. И также бывает просто родители к нам приходят. И на самом деле каждый человек может прийти, получить какую-нибудь информацию или, может быть, что-то повторить. И в целом, мне кажется, было бы, не было бы, а в самом деле интересно каждому человеку туда сходить со своей семьей или по отдельности и получить что-нибудь новое. Да, я просто хочу сказать, что это будет все происходить 5 сентября с 12 до 18 часов на крыше Барона 116А. Это Рижский центральный гуманитарный, спортивный комплекс Рижской центральной гуманитарной средней школы. Да. Вот что такое станции? Ну, чтобы было понятно, что эта станция не там, где поезд отправляется, а другая, совершенно другое значение этого слова. Да, станции. У нас, как я уже сказала, 10 станций. И у каждой станции есть свое название, то есть что-то, что мы будем делать. Например, есть станция первой помощи. Там, значит, есть команда людей, это студенты и врачи, которые придумали все разные занятия, что будут дети и их родители делать на этой станции. И туда дети приходят и делают все эти занятия. Потом они получают штампик в свой буклетик, то, что они это прошли, идут на другую станцию. И у каждой станции есть еще циферки, чтобы, ну, легче было ориентироваться, куда идти и что делать. Потом, например, следующая станция есть, там, безопасность на дороге. Ну, и вот у нас такие вот разные станции придуманы. И когда собирают все штампики, что происходит дальше, для чего их собирают? Чтобы получить подарок. От спонсора. Да. Так что есть, вот я понимаю, материальная заинтересованность тоже, то есть стимул такой очень хороший. Как вообще появилась идея, ну, вот об этом, наверное, мы поговорим с Полиной Попейко, которая расскажет. А вот как вы присоединились к этому движению, что вас в нем заинтересовало? Я в этом проекте тоже с первого года. Только тогда я была на втором курсе. Я был такой еще молодой студент. И мне казалось, что сам проект очень-очень интересен. Интересно то, что там есть разные вот эти вот станции, что дети могут участвовать, они это все видят. Они присоединяются там, занимаются. И понимают, что именно нужно делать. И вот этими вот визуальными, вот всеми визуальными картинками они могут это запомнить. И при этом им дают тоже подарочек в конце. Мне казалось, что это очень интересно, как вот показать, собрать аудиторию, детскую аудиторию и помочь им научиться чему-нибудь. Вот. И поэтому я, конечно, присоединилась. И, конечно, я ходила в то время на кружок педиатрии. Я это все знала. Ну и, конечно, сразу пошла туда. Ну, таким образом. Так уже третий год. И в этом году я тоже, ну, коорганизатор. А, то есть вы и также принимаете участие в организации. Да. Что я представляю себе? То есть, в принципе, это же очень и очень сложная вещь организовать такое мероприятие с большим количеством не только участников, но и, ну, я имею в виду, вот людей, которые должны это все рассказывать, объяснять. Я понимаю, что это же и найти, ну, спонсоров, которые как бы помогут и финансово, и приготовят подарочки детям. Это, ну, получается, вот вы медик. То есть, ну, человек, который скорее занимается лечением людей, а вот организация такого рода мероприятия – это совершенно другая профессия. Вот как это, кто вас учил этому, кто помогал вообще? Никто не учил, я могу сказать. То есть, сами я до этого занималась тоже организацией, тоже других мероприятиях, связанные с моим университетом. Вот. Вот. И как-то что-то, да, получила в то время, когда я этим занималась, и теперь я уже дальше свои знания могу в другое русло направлять. И, ну, просто знаем, что нужно писать компаниям, пишешь каждый день разным людям, перезваниваешь. Ну, с моей точки зрения, как я спонсорами занимаюсь именно. Вот. И, ну, вот как-то так и происходит. Пишешь, занимаешься, обзваниваешь, конечно, составляешь правильные письма. Ну, нельзя просто написать, там, здравствуйте, нам там нужно это для мероприятия. То есть, мы презентации для них делаем и так далее. А вот как, действительно, вы учитесь вот тому, чтобы писать правильные письма? Кто объясняет, вот это неправильно, а это правильно? Никто. Ну, мы просто знаем. Мы и в школах учились, и сами всю жизнь занимаемся презентациями, потому что в университете практически тоже, если ты что-то делаешь, что-нибудь, ну, хочешь объяснить какую-нибудь болезнь, всегда мы делаем презентацию, потому что это визуально понятно, можно самому рассказать. Ну, и 21 век всегда уже связан практически с презентациями. Поэтому, ну, сами знаем, думаем, как бы это было бы правильно, если мы бы, к примеру, были бы спонсором, чтобы было бы нам интересно, на что мы хотели бы обратить больше внимания, ну, и так далее. А скажите, Юлия, вот насколько сложнее стало, ну, вот в этом году, учитывая, что все-таки вот коронавирусы у многих, ну, сложные ситуации, вот найти действительно спонсоров, которые откликнулись? Да, было сложно, потому что изначально мы думали, что праздник будет, ну, мероприятие будет 29 мая, но это все переносилось, и мы сами не знали, что будет, будет ли праздник вообще, вот, и получается, что в итоге мы этим всем начали заниматься где-то в июле, когда я уже поняла, что все будет, ну, нормально, что мы сможем произвести этот проект, вот, и, ну, тогда интенсивно начало работать, вот, вот, и спонсоры изначально отказывались, но в целом они соглашались, да, может быть, они нам не дали то, чтобы они могли бы не во время коронавируса, но в целом они нам очень-очень помогли. Я даже удивилась и была очень-очень рада, потому что, ну, даже все-таки детям идет, а не нам. А вот эти навыки в самом деле организации и, ну, такой вот пробивной способности, вот это то, что нужно, вот, ну, это вот то, что пригождается затем в жизни, в каких-то других ситуациях? Я думаю, конечно, потому что одно мероприятие, потом открываются двери к другому или еще к чему-нибудь другому, то же самое, если в медицине, там, организация разных конференций и так далее. Я думаю, это в любом случае пригодится. Давайте, может быть, мы пройдемся немножко по этим станциям, и я понимаю, что в первом году, первый год пришло 1200 человек, то есть вот, и я помню, что вы рассказывали, ну, не вы, там, Полина, по-моему, рассказывала о том, что это было очень-очень, ну, неожиданно, что все-таки даже, ну, ожидалось меньшее количество участников, что это вот воодушевило продолжить все вот эти мероприятия на последующие годы. Вот как, на какое количество вы сейчас рассчитываете человек, и вообще это будут взрослые, или, ну, если вдруг взрослые заинтересуются, то есть это можно тоже будет взрослым приходить? Конечно, конечно, с радостью, потому что и для взрослых у нас все тоже есть, и подарки, и так далее. И мы рассчитываем на количество 1500, 1200, 1500, как и было в прошлых годах, в предыдущих годах, но на самом деле это не так важно, потому что мы понимаем эту ситуацию сейчас, но в любом случае мы думаем, что все равно люди пойдут, ведь это мероприятие, и в этом году не так уж много мероприятий было, и почему бы не сходить, что-то новое разузнать. Мы думаем, что столько людей в этом году придут. Что можно узнать нового? Вот сразу хочется спросить, потому что вот этих станций 10, вот мы упомянули, что есть станции там первые, оказание первой помощи. Вот в чем, в каких, вот на какие станции здесь вот вы обращали внимание, что происходит на этих станциях? То есть это лекция, это там, не знаю, там что-то наглядные какие-то уроки? Да, в основном это наглядные уроки и теория. Есть, например, у каждой станции она каждый год чуть-чуть меняет то, что они хотят показать, но в целом там идет и как тест, и картинки разные, и что человек может что-то своими руками сделать. Например, если говорим о первой помощи, то, конечно, для детей для нас самое важное, чтобы они поняли, что у человека есть проблема, чтобы они это заметили и умели вызвать скорую помощь. И как правильно нужно вызвать, да? Конечно же, и на станции можно там попробовать, там реанимировать пациента, там делать 30 на 2 эти КПР, как называется, да? Ага. И получается, это и руками что-то ребенок делает, конечно, мы понимаем, что он не должен это великолепно уметь, да? Но, по крайней мере, что в голове это все осаждается, и человек потом со временем, может быть, вспомнит, что нужно делать в этой ситуации. Ну и, соответственно, если рядом есть родитель, то он уже, ага, задумывается, он тоже может это попробовать. Ну вот и так, есть картинки тоже с вопросами. Ну и у нас, вот, например, я вижу в этом списке, есть станция о безопасности на природе, безопасности в помещениях, на воде, то есть вот такие вот ситуации. И я понимаю, что количество станций немножко увеличилось. Да. То есть их сейчас появилась станция здорового питания и еще, по-моему, психоэмоциональной безопасности. А вот это что такое, вот эти две? Психоэмоциональной безопасности. Ну, начнем тогда с здорового питания, так его первым называли. У нас, похоже, станция была в первом году, и теперь мы думаем, что ее возобновить нужно. И там мы будем показывать разные картинки, например, разные бутылочки соков, там, лимонадов, и покажем, сколько там сахара, например, находится. И или у нас будут тоже какие-нибудь напитки, сколько там калорий. Ну, чтобы дети понимали, сколько там на самом деле сахара, что это хорошо или плохо. Нужно это пить или не нужно, или что нужно. Может быть, вместо того, чтобы сок все время пить, нужно было бы воды попить. Ну, на таком направлении. Очень многое рассказывать не буду, а то неинтересно. Хорошо. Хорошо. Я сразу вспоминаю, по-моему, была где-то фотография американского зубного врача. Очень наглядно было, вот за стеклом у него стояла там, например, бутылочка газировки, и вот сразу же насыпано, сколько сахара, то есть там отмерено. Да. И человек очень наглядно видит, сколько он получает сахара в каждом продукте. То есть вот он таким образом показывал опасность. Хорошо. А что такое, почему вот появилась необходимость в психоэмоциональной безопасности, вот такой специальной станции? Да, потому что есть разные проблемы, именно которые связаны с этой сферой, и мы хотим, например, наглядным образом тоже показать разные эмоции в картинках, и чтобы дети могли бы распознать свои эмоции. То есть как они выглядят, чтобы понимали, что с ними происходит. Потому что тоже бывают такие проблемы, что ребенок не понимает, что с ним. Ну, он плохо себя чувствует, а из-за чего, ну, неизвестно, не умеет он еще это определять, да, распознать. Вот. И поэтому мы делаем такие картинки. Есть там на самом деле разные вещи, что они будут делать, но что конкретно, я еще сама много не знаю, так я всеми станциями не интересуюсь. И там, я понимаю, тоже будет станция связана с какими-то специалистами, которые, ну, конечно, специализируются в этой сфере. И очень много я там, ну, не могу вам рассказать, что будет, но узнаем на празднике. Хорошо. Ну, то есть это можно, я сразу вспоминаю, по-моему, как это была восточная, очень красивая легенда, когда, значит, юноша тяжело заболел, пришел врач и велел... О, здравствуйте, здравствуйте, Полин Папейко к нам присоединяется, резидент педиатрии, руководитель как раз-таки проекта «Зейнушсом дрожь». То есть вот легенда красивая, когда юноша вдруг, значит, заболел, подходит к нему врач, берет его пульс, начинает перечислять районы города. И вот перечисление одного района у него пульс забился чаще. Потом просит, значит, улицы у него еще чаще, он просит, значит, кто живет, перечислить их на улице. И вот когда называют имя девушки, у него там забьется, он говорит, это любовь сразу, значит, определяет, что вот его недомогание такое. То есть вот что-то в этом духе будет. Мы все про психоэмоциональную... Да, я вас подслушала, я все слышала. ...безопасность говорим. Что это? На самом деле, мне кажется, что это, наверное, станция, которая основа всего. И то, как правильно среагировать к какой-то ситуации, вне зависимости, это нужно сделать кардиопульмональную реанимацию. Или это ты потерялся в лесу, ты потерялся на улице, ты не знаешь, что сделать. Тебе постучали в дверь, и ты не знаешь, отвечать, не отвечать. Это такая основа, которая была по всем станциям. И просто в этом году мы сформулировали ее в отдельную, в отдельную станцию, которая будет посвящена. Юля немножко упомянула про эмоции, но, в принципе, это про то, как правильно реагировать к какой-то ситуации. Эмоции в том числе. Количество станций каждый раз меняется. То есть, повторяется ли информация, или она каждый раз преподносится по-новому, или это сделано для того, чтобы, может быть, закрепить знания, там, в прошлом году приходили еще раз, чтобы что-то обновить? У нас есть люди, которые приходили уже во второй раз, и они в прошлом году, и они говорили о том, что они опять что-то новое узнали. Мы всегда стараемся пополнить то, что мы говорим. И в каждый год разные люди ведут эту станцию, разные люди, студенты наши, они готовят разный материал. И даже если тема одна, то она может все равно отличаться, и люди просто узнают больше и больше информации на эту тему. А самые, в общем-то, самые такие сложные случаи, которые вот... Чем больше всего травмируются дети? Где травмируются? Вот какая, ну, что говорит статистика, какая самая опасная среда для детей? Я работаю в приемном отделении детской больницы, и очень много травм, очень-очень-очень много травм, переломов. Юля, наверное, может нам рассказать, где именно, но сколько детей приезжают, просто они идут верениться один за другим, одним за другим, и хирурги, ну, местами просто уже не справляются с таким наплывом. Я как раз там работаю. Я, получается, на приеме, а Юля уже в оперблоге. Да. И вот что, чем чаще травмируются? То есть это порезы, ожоги, я уж не знаю, там, ну, какие вот травмы? Ну, переломы в основном, это очень часто бывает. Ну, к нам это все привозят всех, ну, переломы. Ну, когда одно отделение переполнено, тогда к нам это все отправляют. Вот, ну, в основном, да, как я уже говорила, переломы. Если мы будем говорить о детей до пяти лет, то в основном они получают какие-нибудь травмы дома. Эти травмы могут быть разные. И переломы, там, упал, может быть, ребенок, или ожог это тоже может быть. Вот, ну, бывают и такие травмы чуть-чуть посложнее. Там, работают с казонокосилкой, например, как был один случай. Ой, ужасно. Да, ребенок маленький, ну. Все. Просто как врачам нам, поверьте. Все, что вы увидите на этом мероприятии, вот до каждой единственной детали, которая там будет, вы все это должны знать, потому что это то, с чем мы работаем. В этом году неотложная помощь бьет во все колокола, потому что много утонувших детей. Много утонувших людей, детей, и мы будем и с этим работать. Переломы, травмы, ушибы, когда ехать к врачу, когда не ехать к врачу, раны, зашивать, не зашивать, что делать, как ее обработать правильно. Все будем тоже говорить. Безопасность на природе. Клещи не спят. Коронавирус бушует, клещи не спят. И клещей можно поймать, даже просто выйдя во двор дома, в любом микрорайоне Риги, даже, центр, можно поймать. Я не буду даже упоминать, насколько важна кардиопульмональная реанимация. И всегда очень приятно, очень, ну, гордость такая берет за родителей, когда поступает ребенок, и когда его родитель мог уже оказать первую помощь до приезда скорой, потому что там счет идет на минуты. И здоровое питание, скажем. Каждый пятый ребенок ведет нормальный образ жизни, но у каждого четвертого первоклассника есть уже ожирение, скажем. Это же, каждая эта тема, она настолько важна, и я просто очень хочу всех позвать, потому что вы не узнаете ничего такого, чтобы вам не пригодилось. Ну, вот вы упомянули действительно время, вот то, что до приезда скорой помощи, что могут сделать родители, люди, взрослые, оказавшиеся рядом. То есть это, в принципе, скорее тогда относится к взрослым. То есть это какие-то советы могут получить взрослые люди, не только дети. Конечно, конечно, обязательно приходите родители. И это, когда приходит родитель взрослый с ребенком на мероприятие, и он отправляет ребенка делать, и сам садится на скамеечку, непонятно, что хочет родитель этим добиться. Ему тоже нужно все это знать. И, ну, видно по исходу каких-то случаев, когда могли родители оказать первую помощь, неотложную помощь, когда не могли. Все-таки это меняется исход случая самого здоровья ребенка, его прогноза на жизнь, на качество жизни. Это очень важно. Я вас попрошу надеть наушники. У нас звонок 6212-939-6213-939. Телефон в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Папа троих детей звонит. Мне очень все понравилось, то, что я услышал. Это очень круто. Но мне это напомнило эстонская Аха. То есть я детей 3-4 раза в год до пандемии возил в Аха. И там, в принципе, все то же самое, что говорит ваша гость, только на более профессиональном уровне. И вот очень жалко, что у нас в Латвии нет Аха, развлекательного детско-познавательного комплекса. И очень хорошо, что есть такие энтузиасты, которые пытаются заменить эту недостачу. Просто большое вам спасибо. Спасибо. То есть я понимаю, суть вопроса в том, что очень здорово, что проводятся раз в год такие мероприятия. Но, может быть, стоит задуматься о каком-то, может, о каком-то постоянном, например, месте, где можно было бы такое делать. Я могу только сказать нашему слушателю, что этот комплекс достаточно дорогой, то есть там посещение его. И чтобы до него доехать, еще нужно потратить деньги. А здесь, наоборот, вы приходите, бесплатно все это посещаете, еще и получаете подарочек, когда вы прошли все станции. Хочу похвалить этого отца, который возит своих детей, и он их образовывает, обучает. Это очень молодец, похвально, прям можно похлопать. Это правильно. Чем мы отличаемся от АХА? Это то, что АХА – это какие-то пункты, где ребенок может сам взаимодействовать с какой-то установкой, или читать, или смотреть, или жать на кнопке. И не во всех случаях возможен личный контакт специалиста с ребенком, который может объяснить. В нашем случае на всех станциях работают студенты-медики, врачи и сертифицированные, и резиденты. У нас на станции с неотложной помощью главврач больницы вместе с детьми массирует манекенов, показывает, как это делать. Мне кажется, что нигде это невозможно увидеть, кроме как у нас. Но вот вопрос, я понимаю, звучал таким образом, что нельзя ли сделать это каким-то постоянным? Я понимаю, что врач главв больницы не может каждый день проводить в таком месте, но, скажем, какой-то вот, ну, как в уменьшенном варианте, или, ну, вот? Можно. И я надеюсь, что тот человек, у которого есть спонсорские желания это сделать, найдет наши контакты, позвонит, и мы будем очень рады это сделать. Мы будем очень рады делать мероприятия. Это планы на ближайшие годы делать мероприятия два раза в год. И в сентябре, как в этом году, и весной, как мы обычно делали. И в течение всего остального года с помощью наших стратегических партнеров, я надеюсь, что они нам помогут с этим, ТЭД и ВЦА, я надеюсь, что у нас получится делать какие-то познавательные передачи и регулярно рассказывать про эту тему. Я вот все время задумываюсь, ну, вот в историческом аспекте вспоминаю, там какая-то была страшная статистика о том, что еще в XIX веке выживало, у людей было 7, 8, иногда 10 детей, это считалось абсолютной нормой, и выживало из них там 3-4 ребенка. И это считалось абсолютно нормальным. И вот очень была высокая смертность детей, и в немалом случае из-за травм, из-за каких-то, ну, и болезней, конечно, были тоже, которые не умели лечить. Вот сейчас все-таки увеличивается ведь количество всевозможных таких опасных мест. То есть есть розетки с электричеством, чего еще там не было в XIX веке. И появляются, вот как вы говорили, газонокосилки, то есть большое количество каких-то, ну, вещей, приборов, которые тоже где-то что-то крутятся, вертятся, и это все может способствовать травмам. То есть можно ли вот этому маленькому человечку вложить в голову вот такой огромный массив информации, что можно делать, что нельзя? Он ведь бедный не запомнит, наверное. Наше главное отличие с XIX веком – это то, что медицина скакнула намного-нагного вперед, и в XIX веке самая большая опасность была инфекционные болезни. И сейчас есть и антибиотики, и вирусные лечения, и прививки. Это просто отдельная тема, про которую мы можем с вами говорить здесь неделю, не вставая. И это именно была самая большая причина детской смертности. Если у нас сейчас заболевает ребенок, приходит в больницу, у него болит горло, и да, это бактериальная инфекция, мы даем ему антибиотик, через неделю он здоров, ему все хорошо. В XIX веке заболевает горло. Если бактерия сама каким-то образом не проходит, то это все переходит в более серьезные заболевания, и поэтому и получалось так, что да, из 8-9 детей выживал сильнейший. Травматизм. К сожалению, нет у XIX века статистики по травматизму. Я думаю, что там хватало своих проблем. И в наше время ребенок сидит дома, и он все-таки в защищенной окружающей среде, а там они работали на улице, работали на заводах. Я думаю, что был травматизм столько же, просто другой. И для того, чтобы ребенок сейчас был в безопасности, знал, как себя вести, знал, что делать. Можно трогать горячее, нельзя. Можно в розетку сувать гвозди или нельзя. Просто нужно с самого-самого маленького возраста обучать, образовывать, показывать на своем примере. И просто бесконечно-бесконечно родителю такой труд объяснять, объяснять и объяснять. Очень часто говорят, что там в садике научат, но в садике не могут так же научить, как показывает родитель. У нас на нашем мероприятии, говоря о том, для кого это мероприятие, вы с Юлей уже обсудили, есть, я просто, ну, я не участвую ни в одной станции, я обычно хожу, помогаю, какие-то организационные моменты, но краем глаза выхватываются какие-то сцены. Например, на станции неотложной помощи трехлетний ребенок, там, маленький, он маленький, он уже учился массировать правильно сердце. Да, в три года он не может это сделать правильно, но если он один раз услышит про это в три года, потом обсудит с родителями, посмотрит еще какие-то материалы, посмотрит наш чудесный буклет, который мы выдаем, он будет знать, что делать, и если он не может сам оказать эту первую помощь, он скажет, бабушка, иди сюда, нужно сделать вот так вот, нужно сделать три раза, тридцать раз нажать, два раза дыхнуть, и он сможет уже обучить и показать, как это сделать. Он может своими силами, этот трехлетний, четырехлетний ребенок, спасти жизнь. А просто вызвать скорую, это тоже, мы понимаем, да. И вызвать скорость, и скорую, конечно, это стало плохо кому-то дома. Ребенок должен знать, что сделать. Он, во-первых, должен знать, как не испугаться, что нужно сделать, как вызвать помощь и как помочь. Насколько часто бывают взрослые причины этих травм детских, невнимательности или там иногда бывает, что просто непонимание того, что они могут нанести вред ребенку, пролить на него там что-то горячее или какие-то такие вещи? Ну да, если мы будем говорить об этом, то и возьмем детей до года, то, конечно, мы можем сказать, что причина травмы будут родители, их невнимательность, да. И поэтому мы тоже, у нас есть такие станции, как сделать правильную квартиру, дом. Как обустроить безопасно, да. Как обустроить безопасно. И таким образом мы показываем этим, что нужно вот сделать, чтобы было бы дома хорошо и уменьшить риск травматизации именно ихнего ребенка. Вот. По старше 1-5 лет, годик, там уже начинается так, что ребенок начинает сам ходить, ему все интересно, он хочет потрогать одно, хочет потрогать это, там стукнется, там что-то возьмет. И, ну, в основном уже родитель не может за этим всем уследить, да. Но все равно опять статистика показывает то, что все вот эти вот травмы получают дети именно дома. Большинство травм, да. Большинство травм, да. Большинство травм получаются именно дома. Но ведь это даже самое простое, там, с дивана может ребенок упасть, удариться. То есть, там, там, как за всем этим уследить? Совершенно нормально. Ребенок, невозможно ребенка обложить ватными подушками, чтобы он совершенно никак не травмировался. Но важно понимать, какие травмы может родитель предотвратить. Кофе в одном руке, ребенок в другой руке, на плече телефон. Это вещи, которые приносят приводят к каким-то последствиям, которые остаются на всю жизнь. Ожоги, даже маленькая чашечка кофе, просто на тело ребенка выливающаяся, это очень большой ожог. И мы тоже про это рассказываем. Мы рассказываем, и как этого не допустить, почему это важно, и как это, какая должна быть первая помощь. И, конечно, что все дети травмируются. Это совершенно нормально. Как может ребенок прожить свои первые 10-15 лет жизни и ничего не сломать, ничего не порезать? Совершенно невозможно. Но главное знать, что нужно делать в этом случае. И как избежать тех травм, которые глупые, которые можно было избежать, которые можно было просто подумать чуть больше про безопасность, как, например, газонокосилка. Много-много этих примеров. Если мы позовем сюда в студию хирургов, мы можем рассказывать про это бесконечно. Есть ли какие-то сезонные здесь изменения? То есть, ну вот, лето, зима, осень, весна, когда меняется характер травм? Конечно, конечно. Ну, то, что мы уже упомянули про тонущих людей и детей, это очень достаточно сезональное несчастье происходит. Происходит в основном летом, хотя на лед выходить желающих тоже хватает. Все остальные травмы, в общем-то, они достаточно круглогодичны. Можно порезаться и дома, можно порезаться и на улице. Клещи спят зимой. А, ну вот. Но возрастает ли количество, например, обращений в травмпункты во время праздников? Потому что, мне кажется, вот под Новый год это обязательно там все эти петарды всевозможные, там какие-то другие травмы. Ну, статистику насчет этого я, увы, не знаю, да, но как я работаю уже год с лишним в больнице, я такого еще не видела на Новый год. Обычно у нас с другим профилем дети. И даже если зима есть, то в основном это какие-нибудь переломы, там на льду, там бегали куда-то, ходили. 31 числа вот уже вокруг под Новый год обычно обращений меньше, затихает, да. Но сразу же после они начинают приезжать. Нужно сначала встретить Новый год дома, хорошо, а потом приехать. Я уже вот задавал вопрос Юлии, вот Полине тоже задам тот же самый вопрос по поводу организаторских способностей. То есть, насколько это мероприятие требует умения презентовать себя, убедить спонсоров помочь, убедить их в том, что это мероприятие очень важное. Вот эти качества, которые, кажется, врачу как будто бы и не нужны. Врач должен быть занят только больными, какими-то научными, может быть, исследованиями. А вот эта организаторская жилка, каким образом она у вас проявилась и как она может помочь в дальнейшем? Да, я, наверное, могу начать в трех словах о том, как мы придумали это организаторное мероприятие. Я слышала, что вы начинали это обсуждать. Придумали мы это мероприятие на моей кухне с мамой. Мы думали, что вот нужно такие. Нужно обучать, нужно образовывать детей, нужно образовывать родителей. А потом вся эта идея наложилась на благодатную почву. Это был мой четвертый курс университета. Я была руководителем кружка педиатрии. Это такая группа энтузиастов в какой-то сфере, которые друг для друга презентуют клинические случаи, обсуждают болезни, приглашают врачей тоже для комментариев. И у меня был вот такой вот небольшой кружок, 30 человек. И это человеческий ресурс. И было, и есть, и будет профессор Илзе Гропе, которая ментор этого кружка, ментор всех резидентов в Латвии. И просто сложили все эти факторы, сложилась идея, человеческие возможности, финансовая поддержка. И мы начали это делать. И начали делать с коллегой Лена Вейтуал три года назад. И мы сначала, правда, думали, что будет маленькое мероприятие, 200, 300, 500, 800. Потом это вышло огромное мероприятие. Мы каждый год слышим о том, что как это классно, как это полезно. И в Латвии никаких таких мероприятий никогда не было. И нет такой возможности у родителя с ребенком, просто у взрослого человека, просто у ребенка прийти и обучиться именно всем этим вещам в одном месте, концентрировано за несколько часов. Чаще всего это какое-то одно, скажем, только неотложная помощь, только какая-то одна тема. Но мы пришли просто, чтобы общаться с обществом на эти темы. И все это – это навык коммуникации. Это очень важно для работы врача. Это не все понимают. Иногда кажется, что важнее просто придумать лечение, поставить диагноз, придумать лечение. Но всегда есть еще тот момент, когда нужно договориться с ребенком, договориться с родителем, объяснить понятным языком. Потому что можно всегда сказать 10 терминов, никто ничего не поймет. И в принципе эта коммуникация, навыки коммуникации, они просто переносятся в какие-то другие сферы. И так получилось, что ни у одного из нас, кто организует это мероприятие, нет образования по организации, по ведению проектов, маркетинг ни у кого нет. Но мы спрашиваем иногда советы у коллег из тех сфер, которые нам подсказывают, как и что. Но в основном это делают, да, это все организаторы мероприятия – это медики. Это или студенты, или резиденты. Ну и как вы считаете, в будущем это пригодится будущим врачам, медикам, такие навыки? Работать на наших станциях, да, определенно. Потому что нужно договориться, нужно объяснить, нужно показать. И это нужно и в работе, и в жизни. У нас будут свои дети, которыми нужно будет уже понимать, как работать. У нас будут пациенты, у пациентов могут быть и дети, и взрослые. Нужно с ними уметь договориться, уметь рассказать. Потому что человек в страхе, человек, испугавшись какой-то ситуации, он становится маленьким ребенком. Ему нужно просто учиться, практически на пальцах рассказывать. В этом году на наших станциях работает порядка 130-140 студентов. И я думаю, что им это в жизни очень-очень пригодится. Они большие молодцы, что они в свои студенческие годы занимаются таким делом. Вы упомянули, что не было такого аналога, который можно было бы скопировать, но вот такого мероприятия. А насколько, может быть, в соседних странах, общаясь с медиками, интересуются, есть ли какие-то интересы из других стран по организации подобных мероприятий? Да, к сожалению, я не общалась так много с Литвой или Эстонией, но слышала отзывы, что в Литве вроде как тоже такого мероприятия нет. Сейчас в этом году моя мама Ольга Попейко, она будет на одной станции, как раз-таки посвященной психоэмоциональной безопасности. Она обсуждала это мероприятие, этот вопрос с коллегами из России. И они тоже этим заинтересовались. Поэтому в следующем году, возможно, к нам приедут в гости коллеги из России, из Москвы, чтобы это мероприятие у себя проводить, учиться. Что будем смотреть? Мы будем расти обязательно. Я вот ходил недавно на фильм «Тенет», и там в конце прозвучала такая очень интересная мысль, что никто не говорит… Сейчас нам расскажут весь фильм. Закрывайте уши. Но, на всякий случай, просто я выскажу только эту мысль, что самое главное, никто не рассказывает о невзорвавшейся бомбе. Вот все говорят о бомбе, которая взорвалась, а часто бывает, что предотвратить этот взрыв важнее, чем разгрести его последствия. И вот я, ну, проводя… Такая умная мысль, какая правильная мысль. Проводя параллели. Вот предотвратить травму ребёнка может быть, ну, для врача важнее, чем затем, там, зашивать эту рану и, там, сращивать сломанные кости. Вот в этом смысле, вот, ну, эта миссия… Сто процентов. Сто процентов. Поэтому мы этим и занимаемся, чтобы как раз-таки… Как вы хорошо… Какой киндер! Нолан молодец! Какой вы молодец, что запомнили. Именно так. Вообще просто чудесная цитата. Проще надеть шлем, когда ребёнок едет на велосипеде, чем потом по кусочкам собирать его череп. То есть вот этот момент, ну, скажем, предотвращения травм, он насколько в медицине, ну, вот, важен? Потому что мы действительно часто всё-таки думаем, что врач скорее обращает внимание на уже случившиеся травмы. А вот это, ну, вот, как говорят, и предотвращение преступлений, это тоже очень важная часть, которая, ну, вот, юриспруденция, которая, может быть, уходит от нашего внимания, но мы не понимаем, насколько вот эта работа важна. Как врачи… Ну, то есть я понимаю, что вот это мероприятие, это одна, ну, вот, раз в год оно происходит, но вот каким образом происходит такого рода работа повсеместно и, ну, думают ли врачи над этим? Конечно, думают. Вот, и есть какие-то отдельные такие возможности, как выйти, общаться. Потому что врач видит пациента тогда, когда всё уже произошло. Он не видит ребёнка, там, за два часа до перелома, а я и так не сделаю, мы не можем так сделать. Но это такие возможности выйти в общество, какой-то раз прийти на радио, какой-то раз на телевидение, записать какие-то сюжеты. Эти возможности, они есть, их… Но всегда нужен кто-то, кто бы это организовал. Врачу самому сложно… Ну, врач не будет этим заниматься, просто зная, насколько загружены врачи. Это сложно сделать так, что там я хочу сделать это и вот собрать вот это вот всё, как мы собираем, да, по кусочкам, по мозаичкам и спонсоров, и участников, и врачей. Мы даём такую платформу, да, чтобы врачи общались с детьми до того, как это произошло. Это такое большое разовое мероприятие, да, которое очень широкое, публичное. Эти возможности очень важны, и хотелось бы, чтобы их было больше и больше, поэтому мы тоже хотим расти. Потому что я, например, помню, что какое для меня, вот, например, было открытие, когда родился вот ребёнок, и вдруг ты понимаешь, что вот у тебя… А что делать дальше? И вот это была какая огромная помощь, когда приходила, скажем, вот патронажная сестра, которая, ну, вот, объясняла на пальцах, ну, вот самые элементарные вещи, которые ты сначала вот, ну, просто не понимаешь, и вот ты боишься вообще подойти к этому вот маленькому беспомощному существу, и тебя хотя бы вот учат, потому что, ну, вот эта часть, она, ну, работа для меня была, например, вот просто открытием, что это, что такого рода вот помощь существует. Такие моменты тоже очень важны для нас, какая-то тоже обратная связь. Я недавно обсуждала со знакомой как раз-таки тот эпизод, который я упомянула, что ребёнок, кофе не дружат вместе рядом, когда они находятся. И вам, врачам, когда, ну, вот мы там в университете учимся, в больнице работаем, нам кажется, ну, это так логично, как можно это не делать, но при этом не стыкуется как бы одно с другим, и поэтому и очень важно иметь эту обратную связь с обществом. Если, мне кажется, что у нас время уже потихоньку заканчивается, я могу кратко пройти по всем нашим станциям, ещё раз скажу, приглашу. Буквально у нас минутка осталась, да. Значит, я буду очень быстро. 5 сентября с 12 до 6 мы приглашаем родителей, и приглашаем детей на наше мероприятие «Зей Ношен Дрожь». Будет 10 станций, будет неотложная помощь, будет первая помощь, будет вместе с Би Браун, будет безопасность лесу вместе с нашими спасателями, пожарниками, будет безопасность на природе, будет безопасность дома с ТЭТ, будет здоровое питание с Бундуэль, будет безопасность у воды вместе со спасателями. На каждой из наших станций вы узнаете информацию, которая может помочь вам быть здоровыми, может спасти жизнь, и вы будете счастливы. Спасибо большое. 5 сентября всех приглашаем. Кришна Бара на 116А, Полина Попейко, Юлия Жмарева сегодня были в нашей истории. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания.